Пользователи сети уже прозвали Закаменскую реку Маданкуль местной Хуанхэ. Только в отличие от китайской желтой реки цвет Бурятского водоема неестественный. На днях горная река неожиданно для всех окрасилась в ядовито-оранжевый цвет. Посмотрите, у нас в Закаменске течет такая оранжевая вода. Прямо оранжевая. Никогда такой воды вообще не было. Она была бирюзового цвета, была синего, ну такого, как сказать, голубоватого цвета. Впрочем, местные старожилы говорят, что это не первый подобный случай. Река и раньше окрашивалась в желтый цвет. Причиной тому были грунтовые воды, подмывавшие заброшенные шахты бывшего джидинского вольфрама-малибденового комбината. Впрочем, тогда анализ показал, что все показатели в норме. Сейчас же многие уверены, что это экологическая катастрофа. Ну, естественно, это экологическое бедствие. Целая речка желтого цвета и внесется большое количество взвешенных веществ. Мы знаем, что ВДК для рыбохозяйственного назначения всего 10 миллиграммов на литр. Тут явно больше, это граммы на литр несется. То есть на несколько математических порядков выше. Отметим, что глава Бурятия уже дал соответствующие поручения и в данный момент разрабатываются меры по устранению негативных последствий, так как взятые пробы показали превышение всех допустимых норм. Сейчас в рамках ФЦП охраны озера Байкал проходит экологическая экспертиза. Заказчиком является Минприрода Республики Бурятия. И, правда, уже третий год проходит эта экспертиза. Я думаю, что в ближайшее время экспертиза будет проведена, и финансирование будет, и начатые работы по оздоровлению ситуации в Закаменском районе. А пока местным жителям запретили брать воду из источника, а вдоль реки установили баннеры и аншлаги, предупреждающие об опасности. В составе воды обнаружены гидроокиси железа, марганца и сульфаты железа. По мнению ученых, уже пора бить тревогу. Надо заниматься не в плане даже изучения, а в плане каким-то образом, чтобы этот процесс остановить. Я думаю, что в первую очередь надо ставить правительству такую задачу, чтобы такие технологии разрабатывать, проекты создавать, и, наконец, покончить с этими загрязнениями в городе Закаменском. А это свежие кадры, на которых видно, что река постепенно возвращает свой естественный цвет. Но оранжевые примеси отложились на дне водоема, а это значит, что они и сейчас продолжают наносить непоправимый вред и влиять на флору и фауну реки. Роман Попов, Бато Гармын, Вячеслав Батоев. Новости дня.